ну вот попробуем его провести подождем несколько секунд минуту чтобы убедиться что есть интернет-соединение и тогда вот начнем уже собственно урок пока никого нет и соединение вроде есть главное что есть соединение есть соединение так оборвалась и снова соединилась вот второй раз соединилась ну будем надеяться что в этот раз все хорошо еще раз добрый день урок уроки естественно связал с нашей недельной главой недельная глава у нас мы читаем в эту субботу глава хукат но эта глава только в земле израиля хукат вне земли израиля еще идет предыдущая глава вот появляются первые люди добрый день если будет непонятно нет звука видимости вы пожалуйста напишите мне чтобы я понял да значит вне вне израиля считается корах а в израиле считается хукат да да у нас считается глава хукат глава хукат она глава как всегда насыщенная событиями и здесь очень много интересных вещей и есть начинается она с истории про красную корову пора дума эта история замечательная но я выбрал другой кусочек другой отрывочек и сейчас вам расскажу о чем я сегодня хочу говорить значит глава бамид бар 21 глава и 17 стих и здесь есть вот такой интересный стих написано так и и тогда споет израиль эту песню наполняйся колодец поем и поем-поем-поем наполняйся колодец поем повторяем меня заинтересовало то что вот это вот вот этот стих азьяшир израэль это ширага зод и вот воспоет израиль эту песню это просто буквальное повторение того что мы читаем в книге шмот книги шмот если вы помните сразу же после исхода после того как мы перешли море мы прошли по морю весь народ поет песню и там сказано азьяшир муше у вне израэль это ширага зод лягошем и тогда воспоют воспоют муше и сыны израиля эту песню всевышнему и вот это вот точное повторение азьяшир и тогда воспоют в будущем времени написано и тогда вас воспоют в прошлый раз было муше и сыны израиля в этот раз сыны израиля и воспоют песню то есть вот это повторение по существу получается что вторее есть ну своего рода две песни в самой таре у пророков есть еще песни есть песни дворы и еще есть песни а на самом-то деле вот это вот песня песня она отличается на текстово от 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 всего а все остального мало того что она достаточно поэтически и образно излагает события достаточно она даже шрифтово может выделяться иногда она написана немножечко по-другому так вот чуть в столбике она сразу бросается в глаза так вот вот две песни на вот песня когда мы перешли море и тогда воспоет муше и сыны израиля всевышнему и вот песня здесь здесь очень странная песня написано и тогда воспоет израиль эту песню и песня вот какая наполняйся колодец поем повторяем как хотите перевод разный наполняйся колодец вся песня собственно в наполнении колодца что за колодец и там написано там до этого написано что и оттуда колодцу там написано если чуть выше мы читаем оттуда мы там переходим к колодцу и и это колодец на о котором сказал всевышний муж и собери народ и я дам им воду а колодца которым было сказано собери народ и я дам им воду но если вообще вспомним что дважды история повторялась когда муж и добывал воду для народа первый раз в самом начале это в книге шмот вот тогда когда он ударил по скале и пошла вода и второй раз вот было недавно совсем когда он должен был взять посох обратиться к скале не пойдет вода он ударил и поэтому вот был наказан тем что не вошел в землю израиля и так далее так далее то есть дважды всевышний говорит муше добывать воду конкретно но согласно мидрошам мы знаем что благодаря мирьям праведнице мирьям все 40 лет у нас была вода она как бы колодец как бы нас сопровождал куда бы мы ни приходили мы находили там воду и благодаря аарону лагерь был покрыт облаками славы и защищался от зноя от непогоды расчищал дорогу от скорпионов змей и так далее и благодаря муше выпадал выпадал ман манна небесная падала благодаря вот муше всегда благодаря праведнику происходит нечто умирает мирьям исчезает колодец возникает проблема с водой уме умирает аарона он умирает уже исчезает а благослава мы только выходим из-под защиты и еще вам уже жив и маман еще падает только мы перейдем иордан тогда man перестает падать и мы тогда начинаем добывать пищу собственные собственными руками так вот мы потихонечку сейчас он уже сороковой год уже сороковой год мы приближаемся с той стороны к месту где мы перейдем эта глава как раз заканчивается тем что мы встаем лагерем в степях муава против ерихо с той стороны иордана собственно еще одном усилии и мы переходим потому что вся пятая книга это будет просто диалог муше перед тем как мы переходим иордан и вот как раз в этот момент возникает вот это вот странная песнь связанная с колодцем где сказано что поднимайся колодец наполняйся колодец и они должны это все время повторять по существу без комментариев вообще-то сложно понять о чем здесь идет речь просто так о сюжете ну вот если совсем просто то ну да действительно видимо у них не было воды и возник какой-то колодец хотя сейчас они непосредственно уже начинают входить в контакт то есть когда они были в пустыне и были в лагере и особого контакта с другими народами не было они жили отдельно а вот тут начинаются контакты сначала вот мы просили пройти по земле и дома нам не разрешили мы обошли и вот сейчас мы подступаем еще к другим землю землям да и сейчас собственно вот сразу после этого колодца начинается война с двумя очень серьезными противниками двумя царями сихоном и логом и это были победоносные войны но факт тот что война начинается то есть мы начинаем выходить из покровительство пустыни и начинаем приближаться к реальности и исра и и перед этой реальностью прямо перед этой реальностью возникает вот это вот песня песня о колодце и поэтому я захотел именно об этом поговорить сравнить что это за песня и чем она отличается от той песни которую мы пели когда мы мы только вышли из египта и перешли море и опять-таки повторяю без без комментариев эту этот текст поднять очень сложно я воспользовался мидрашами мидраши это очень помогающий понимать комментарий есть разные мидраши и в частности один из самых распространенных мидрашей это мидраж танхума он относится храднему средневековью носит имя вот одного бара в равина танхума считается что танхума собрал эти все мидраши и в этом мидраше вот есть такой рассказ что значит происходит что это за песни что это за колодец и почему он должен подниматься и когда главное все это происходило и он объясняет что то происходило тогда когда мы подходили к реке арнон река арнон она протекает где-то по ту сторону мертвого моря на территории современной ордании по существу и вроде как это вот граница арнон это была граница граница между муавом и амоном и мы подходили вот к этому месту и дальше мы должны были уже как-то войти пройти попросить или что-то я не знаю чтобы нас пропустили но естественно никто нас пропускать не хотел и и вот мы подходим к этому арнону и дальше мидраш рассказывает очень интересную историю когда народы народы там же народы мира узнали что мы уже подходим к вот к этому месту они все-таки решили сразиться с нами и не пропустить нас вообще интересно всегда как говорится вот и и узнали народы и и и стали предпринимать некие усилия вот даже когда мы вышли из египта и вот море раступилась там есть такая такая фраза что и и народы все трепетали или их обуял страх понятие вот мы и народы то есть противопоставление того что есть некая группа людей которая видимо создается или избирается всевышним и есть другие которые пока еще ничего не воспринимают и потом видимо должны сложиться какие-то отношения между другими этим народом чтобы это вот благая весть как-то все-таки дошла о том что всевышний открылся миру что он един дошла для всех народов то есть там какие-то сложные отношения возникают так вот данном случае как пишет мидраж вот народы собрались и решили нас встретить прямо вот в русле этой реки арнон а там географически как как представляет на мидраж происходит так дело что мы должны войти среди двух гор там есть две горы такой ущелье и арнон течет по дно этого ущелья ущелья достаточно узкая и мы должны туда внедриться войти в это ущелье и нас там должны ждать какие-то воины этих народов часть воинов она она концентрируется наверху в горах кажется горы какие-то очень своеобразные одна сторона имеется ввиду восточная там она имеет пещеры всевозможные и в этих пещерах прячутся вот эти воины видимо там готовят луки стрелы камни и прочее чтобы забросать нас камнями а другая сторона западная она имеет такие уступы и на этих уступах тоже видимо находятся какие-то воины для того чтобы ну воевать с нами сверху так вот мы должны войти в это ущелье сверху нас должны атаковать начнем начнется паника внизу видимо и тут нас встретят вот эти воины прямо вот в лоб в лоб и нас разобьют таков был план и так это объясняет мидраж и вот мы движемся медленно в эту сторону и вдруг происходит очень странное событие та часть горы которая находится на запад ней где вот эти вот уступы всякие выступы она вдруг сдвигается ущелье узкая я не знаю может быть какие-то тектонические изменения или чудеса случаются она сдвигается и она прилипает как бы к восточной стене так что вот все эти вот выступы они входят в эти пещеры и вот все войны которые там и и там и там и в пещерах и на выступах они гибнут и также гибнут все те войны которые просто вот внизу сосредоточены были и встречали нас то есть вот скалы сдвигаются таким образом что западные движется на восток сверху становится ровная дорога и получается так что мы даже и не знаем что там есть в или было некое ущелье мы движемся сверху мы проходим по этой дороге совершенно не представляю что что вот за какое-то время до нас здесь произошло что вот те враги которые нас ждали видимо погибли и вот мы проходим и вот мы проходим и когда мы проходим вдруг сзади вот те кто отстали видят что-то странное явление сквозь камни начинает подниматься вода и вода она со следами крови и даже со следами каких-то органов человеческих небольших там как будто вот я не знаю что там произошло серийский реалистическая картина и они всех призывают сюда кричат ведь смотрите что это такое и тогда вдруг мы понимаем что видимо сейчас произошло некое чудо что мы должны были встретиться с врагом но враг каким-то образом погиб и тогда мы начинаем петь эту песню вот так объясняет это все мидраж танхума таким образом то есть вот этот колодец который как бы вот был в этой реке армон или в русле армон он он наполняется поднимается наполняется водой и вроде как выносит наверх на поверхность сведения об этой истории которая только что я вам рассказал и это воспринимается как чудо знаете немножечко напоминает то что было в самом начале когда мы перешли море то же самое только там море раступилась мы прошли посуху а а наш враг он по существу погиб потому что волны опять-таки соединились вот вода соединилась как эти стены собственно и преследователи погибли и вот когда они погибли мы вот стали петь эту песню то есть вроде бы как очень и очень похоже очень и очень похоже там море раступилась а а здесь земля сомкнулась там мы выходим из египта там мы только-только обретаем на свободу условно говоря физическую свободу здесь мы выходим из пространства пустыни из пространства общем-то духовного в пространство реальное реальное там мы вышли из реального в условное пространство через море а здесь мы из условного в реальное собственно возвращаемся и там на море раступилась, и погибли наши враги, когда оно сомкнулось. А здесь земля сомкнулась, и тоже погибли наши враги. Причем, смотрите, там написано так, что там песню, собственно, воспоет Моше, наш лидер. Моше воспевает песню, а мы только вторим, мы повторяем, мы вслед за ним поем. Здесь Моше не участвует. Он есть, он жив, он с нами. Но не написано, что он. Написано, что нет, что и тогда воспоет Израиль без Моше. Моше уже нет. И вот хорошо бы разобраться, почему, когда ты выходишь из реального пространства в духовное пространство, нужно, чтобы море растворилось, а когда ты возвращаешься в реальное пространство, нужно, чтобы земля сомкнулась. Вот эта вот история, вот мне она и показалась очень интересной. И, во-первых, конечно же, это не случайно. Конечно же, это все часть плана, часть плана Всевышнего, который готовит нас к реальной жизни, к возвращению в реальную жизнь. И вот тут такое глобальное осмысление всего. Значит, группа людей, она выведена из Египта, Мицраима, из материальности. Она выводится из материальности в пространство духовное, потому что Мидбар это пространство, никому не принадлежащее, вроде как, и материальный мир, но плюс еще облака славы, множество всевозможных чудес, столб, который сопровождает их, ночью он светится, днем он как облако, ман небесный, который падает, опять-таки вода, которая всюду их сопровождает. Никого нет вокруг, они изолированы, и непрерывная, естественно, духовная жизнь, потому что в центре есть передвижной храм, мешкан, который они строят, и хотя там описаны некие бунты, и они требуют и мяса, и возвращения, и прочее, и при всем при том, это у них духовное существование, и одно поколение изменяет другое, там целая история есть, и вот новое поколение, которое прошло вот эту духовную ковку, 40 лет в пустыне, 40 лет, тоже не случайно в эти 40 лет, сейчас оно должно вернуться в реальное состояние, в реальное состояние, и теперь уже не вода, а твердь, земля, она смыкается, также гибнет враг, но только не на наших глазах, только мы этого не видим, ведь то, что произошло на море, мы были свидетелями, мы видели, как воды сомкнулись, и как погибли наши преследователи, здесь мы понятия не имеем, в этом смысле, мы узнали только, когда увидели следы, опосредованно, кто-то нам сказал, скажите, ой, посмотрите, там вот как-то вода странная, какая-то окрашенная в красный цвет, какие-то, не знаю, куски вылезают с-под земли, что это такое, непонятно, и тогда мы пытаемся осмыслить то, что мы видим, то есть, мы реального события и гибели не видели, мы можем об этом только догадываться, Медраж нам рассказывает, но это же не исторические, как бы, доказательства, Медраж не есть, да, исторические доказательства, то есть, смотрите, что происходит, чуть-чуть раньше, мы вот, в этой же главе, чуть раньше было, когда, в предыдущей главе, когда Моше должен был словом, словом извлечь воду из скалы, а он ударил, и тогда Всевышний сказал, видишь, не поверили вы мне и не осветили народ мой передо мной, одно дело, когда я совершаю некое действие, и следствием этого действия является результат какой-то, другое дело, я обращаюсь к скале словом, я словесное действие делаю, и вот это словесное действие вдруг порождает некие физические реалии, то есть, я логически очень не очень понимаю, когда я ударяю ее, делаю что-то реальное, знаете, вот, и этот удар, вследствие него возникает, не знаю, может быть, я правильно ударил, сильно ударил, не знаю как, но, по крайней мере, это на моих глазах, и это, ну, я вижу, что происходит, а когда я теряю логику, то есть, вот сказал, а там вдруг случилось, между сказал и случилось, вот у меня нет этого элемента, что я его понимаю, для меня возникает чудо, да, и я должен поверить, я должен поверить, что именно слово сейчас, сработав, добывает мне воду, новое поколение от старого, от того, что вышло из Египта, отличается тем, что оно должно будет жить в реальной жизни, жизни, в которой Всевышний сокрыт, его нет, его нет, его, он явно не присутствует, и я должен верить, что он есть, что он со мной в контакте, и что он воздействует на меня, и что я могу обращаться к нему, я должен в это верить, а люди исхода, люди пустыни, это знали, они стояли у горы Синай, они видели чудеса, огромное количество чудес, абсолютно нереальных, фантастических, и это их убеждало в том, что да, я знаю, да, он Всевышний есть, видишь, чудеса всякие, невероятные, которые вот меняет физический мир, случаются, это поколение пустыни, а поколение, которое уже родилось в пустыне, должно завоевать землю Израиля, поколение, которое должно прийти в реальность, оно на самом-то деле должно обрести веру, обрести веру, это значит не опираться на знание, то, что я вижу, осмысляю, могу потрогать, почувствовать, а верить, у меня нет никаких доказательств, у меня нет доказательств, что случилось какое-то чудо сейчас, да, я вижу какие-то знаки, и эти знаки могу трактовать по-разному, по-разному, я трактую вот в эту сторону, можно в другую, так вот, момент возникновения веры, когда знание прекращает свое существование, и начинается вера, да, наверное, может быть, вы встречали, что вот на еврейском, слово даат, из трех букв, далит, айн, тав, это знание, даат, а если айн мы извлечем оттуда, будет дат, религия, вера, то есть, когда знание, по существу, теряет айн, это глаз, когда знание теряет глаз, мы обретаем веру, вера, это антипод знания, там, где есть знание, там нет веры, и наоборот, значит, вот это вот новое поколение должно обрести веру, оно уже не должно знать, что происходит, и прежде, когда мы только выходили из материального в духовный мир, нас вел лидер, нас вел в муше, и мы были очень материальны, он был более возвышен, и мы к нему тянулись, поэтому пел он, пел он, а мы всего лишь повторяли за ним, мы повторяли, и воспоет муше, и сыны Израиля, да, и обратятся к Всевышнему, здесь ни муше нет, ни Всевышнего нет, здесь мы сами, и это уже реальность, и это уже реальность, нет духовного лидера, нет явного присутствия Всевышнего, есть только, видимо, наша вера, причем, смотрите, интересно, там тоже как бы расходится, сходится, там вода разошлась, мы прошли посуху, и вода сомкнулась, а здесь у нас, видимо, вот это вот ущелье, разомкнутая поверхность, и поверхность смыкается, смыкается, движется с запада на восток, как ни странно, западная часть, часть Израиля, движется вот в ту сторону, в другую, то есть Израиль движется в сторону востока, потому что они потом перейдут в сторону Израиля, на запад. Что значит вода разошлась, что значит земля сомкнулась? По нашему представлению, по среднему наших мудрецов, мир наш, наш мир понятный, открытый, простой, это поверхность воды, поверхность воды, на которой мы находимся, и погружение в воду, это есть осмысление тайн, или открытие тайны для себя. И когда мы говорим, что воды разошлись до самого дна, и говорится, что там самая простая домохозяйка, женщина, она в этот момент увидела тайны, которые не видел пророки Хискиэль, который видел суть сотворения миров, а это видела последняя хозяйца. То есть разомкнувшиеся воды, это символ того, что нам показана самая суть, сокровенная суть тайны мироздания. Потому что мы находимся на поверхности, как правило. Ну, кто-то там нырнёт чуточку, кто-то в акваланге опустится, кто-то ещё в водолазном костюме, ещё пониже, в подводной лодке. Но вообще-то мы плаваем по поверхности. И только погружение вниз, плюс это есть постижение тайны. Так вот, когда разомкнулись воды, мы все постигли очень глубинные тайны мироздания. Очень глубинные тайны мироздания. Почти все. И тогда мы ушли в пустыню, в пространство Духа. И мы жили в окружении облаков славы, в присутствии явного Всевышнего, в присутствии чудес. Вот так мы вошли в этот чудесный, совершенно невероятный, фантастический мир пустыни. Когда же мы возвращаемся, мы должны подняться на поверхность земли. Даже не воды, даже земли. Видите, когда вот при бунте короха земля раступилась, и они ушли живыми под землю, это наказание. Потому что у нас сказано как? Из праха пришёл, в прах ушёл. Тело, тело, физическое тело должно уйти в прах. Должно превратиться в прах. И это нормально. Когда Илью пророка взяли живым на небо, я думаю, что это было наказание. Конечно, наказание. Ну, что делать живому человеку на небе? Живой человек должен быть на земле. Воплоти то, что называется. Душа, да, а вот тело, конечно, здесь должно было быть. А когда оно уходит под землю, то это уже погребение, это уже смерть. Там уже душа не присутствует. Там душа уходит вверх. Поэтому, когда ты уходишь в прах, это смерть. Тут земля, суть происхождения нашей плоти смыкается, и мы находимся на ней. Мы обретаем реальность. Причём мы самостоятельны настолько, что у нас нет духовного лидера, и что Всевышний сокрыт. Его тоже нет. Ну, его явно нет. Он есть в той мере, в какой мы верим, что он есть. И то, и другое сопровождается песней. Песня – это некий возвышенный текст. Это молитва. Это текст, который нас преподнимает над материальностью и над обыденностью. И в случае, когда из материального мы вошли в духовное, там нужна была песня, потому что песня нас сопровождает. Всякий переход, связанный из духовного материального, материальное духовное, лучше всего происходит на уровне песни, стиха. Он – тот духовный потенциал текстовой, который нас по существу сопровождает при переходе из одного пространства в другое. И когда мы возвращаемся обратно в наше материальное пространство, тоже необходима песня. Она другая, она по-другому. Наполняйся колодец. Мы поём там две фразы. Прежняя песня была огромной, много слов. А здесь только наполняйся колодец. Даже эти слова наполняются колодец, вода, вода, которая для нас является символом жизни, и наполняющийся колодец – это символ благополучия. И песня, как молитва. Да, мы переходим из духовного пространства в физическое, материальное. Сейчас начнутся войны. Сейчас начнётся очень непростая жизнь. И всё равно этот переход сопровождается именно песней. Но песней без лидера и песней без упоминания имени Всевышнего, потому что Всевышний закрыт. Вот так я вижу вот эти вот две песни. Первая песня – песня моря. И вторая песня – это песня колодца. Как ни странно, и там, и там вода, только там море, а здесь всё-таки колодец. Количество воды совершенно различное. Вот это вот я вам хотел показать, чтобы вы познакомились. А когда читаешь этот текст, он, конечно, непонятен, и, как правило, его пробегаешь глазами, если не очень там он тебе затронул, не обращаясь на него внимания. А он очень важен. Он очень важен, хотя всего лишь там несколько стихов. Ещё раз повторяю. Прочитайте сами, глазами посмотрите. Это значит «Бамидбар». 21-я глава, и это, собственно, 17-й стих. Ну, вы начните чуть пораньше. Начните с 15-го, 16-го, и дальше 17-й, 18-й, и по существу до 19-го стиха. Всего лишь несколько стихов. Но текст чрезвычайно важный, чрезвычайно важный, мой взгляд, который говорит именно о переходе. О переходе из духовного пространства в материальное и очень важное. вот это я вам хотел рассказать. Сейчас я посмотрю, если есть какие-то вопросы. Так. Спасибо. Мне и моей жене. Спасибо. От меня и моей жены. Всё чётко видно и слышно. Добрый день. Добрый день. Шалом, Николан. Да, здрасте. Здрасте, здрасте. Здрасте. Всем привет. Хорошо. Ну да. Видите, вопросов никаких особых нет. Это либо всё понятно, либо ничего не понятно. Ну, даже если ничего не понятно, то тоже хорошо. Это нормально. Это нормально. Главное, я вам указал место. Теперь вы можете сами туда обратиться, прочитать, посмотреть, поискать комментарии и поразбираться в этом. Потому что это уже интересно. То, что я говорю, это всего лишь затравка. На самом-то деле важно то, что вы для себя обнаружите, когда будете читать текст. В конце концов, это самое главное. Важно, чтобы вы прочитали. Не то, что я вам что-то буду рассказывать, а чтобы вы читали этот текст, потому что он текст очень важный, и чтобы вы там задавали себе какие-то вопросы. Вот это самое главное. Ладно. Всего хорошего. Удачи вам. Хорошей субботы. Шаббат. Шалом. Ну и до следующих встреч. Пока. Субботник. Субботник.